Всем доброе! Бодрое утро. 13 градусов с утра у нас. Шеф-повар Денис готовит яйца с тунцом и кукурузой. Ну-ка, еще раз так сделай, так профессионально. Как будто ты... Мелкшейк? Ну, для взрослых только. Шейкер постоянно. Шейкер? Просто шейкер, да? Просто шейкер. Шейкер, просто шейкер. 0,07. Варыч, что ты хочешь? Ты вкусняшек хочешь? Тебе дать вкусняшку? Где твои вкусняшки? Где вкусняшки твои? Нет, там нет твоих вкусняшек. Где твои вкусняшки? Там вкусняшки? Будешь вкусняшку? Смотрите, что делает. Раскидывает лапами популу свои вкусняшки. Вот поэтому у него сухой корм и не лежит. Видите? Играется хулиган. Вот так вот он лапами, видите? Вот так он и делал с сухим кормом. Он берег его по всей корме? Да, вот так вот. Я из-под холодильника столько достала корма, что просто... Фара, ты хулиган! Всем приятного аппетита! Кто завтракает, обедает или ужинает. И по традиции, привезла Богдана в школу. На улице холодно, тучи черные ходят, бродят и плывут. Да, и обещают сегодня дождь во второй половине дня, но вторая половина дня начнется в 3 часа дня. Как обычно, для меня это неудивительно, когда нужно будет забирать детей. Да? Да. А у меня обед в 12. Ну, возможно, вы не будете потом гулять после обеда. Преиментный работа. Ну... Я буду есть с этими ловер-скул. Если... С ловер-скул, да, будешь есть? Так сказал. Да. Так что... Такие вот дела. У меня сегодня день готовки. Сейчас я приеду, буду готовить супчик, потом буду готовить второе сразу. И так пройдет сегодня мой день. Ну, ты хоть не гуляешь в дождь? И ты не делаешь пи в дождь? Да. Это очень меня радует, что я не делаю пи в дождь, потому что я помню эти школьные времена, когда нас выгоняли. Урок был... Первый урок, или даже нулевой урок, спорт. Ты вроде еще только с кровати еле-еле сполз, еще сонный принес себя в школу, а у тебя спорт на улице холодно, зябко, сыро. А у тебя спорт на улице. И учитель говорит, давайте-давайте. Сама в куртке стоит. Ей, говорит, какое холодно, не холодно. Конечно, в куртке тепло одетая, а мы, знаете, там в штанишках, футболочках. Бегайте, говорит, бегайте. Согревайтесь, сейчас согрейтесь, побегайте. Да, а я помню еще времена, знаете, конец года, и тебе нужно пробежать 1600. Это пять с половиной кругов. На всю жизнь запомнила. Никому не пожелаю бегать. Кому нужны эти нормативы, я не знаю. Пять с половиной кругов. Ты уже после первого круга, язык на плечи. Бок болит, все болит, весь разваливаешься, ходишь. Но бежать нужно, потому что это итоговая оценка за год. И она решающая. Ну, в общем. А я помню, я филонила. Ой, как я филонила по спорту. А потом, знаете, оценочка не очень вырисовывалась. Все-то уже пробежали. И Люба в последний день учебного дня бежит. Пять с половиной. Бежит. Как миленькая. Язык на плечи. Ну что, пробежала на десятку. Хорошо, что я тогда ходила на шейпинг. И это мне помогло. Знаете, дыхание, оно уже натренированное. И не сбивалось. То есть я пробежала, как будто всю жизнь бегала. Пять с половиной. Были школьные времена. Я не знала, что... Я думала, вас заставляли делать спорт. Потому что... Конечно, нас заставляли. Кто хотел через козла прыгать по канату лазить. Я так и не научилась лазить по канату. Я, знаете, запрыгивала на этот узел. И все, дальше я не могла. Не подтягиваться, вот ничего. Я уже, по-моему, рассказывала, да? Лучше бы придумали для девочек какую-нибудь аэробику. Для мальчиков какой-нибудь спорт, баскетбол. И было бы всем счастье. Но нет. Нужно было сдавать всякие нормативы. Прыгать в песок. В песочнице, там, где коты ходили. Вот. В общем, было. Было весело. Все, хорошего тебе дня. Пока. Пока-пока. Хорошо, что у меня сегодня не спорт. Да, завтра. Завтра спорт. А завтра дождь? Нет. Я уже дома. Я себе заварила второй кофе. Поставила свои томагавки. Уже варится бульончик. Стирочка стирается. Первая, вторая на подходе. Третья, четвертая, пятая, десятая, двадцатая. Так что все. Не знаю, убираться я сегодня тоже не буду. Дома, по сути, чисто. Единственное, что как бы нужно было пройтись этим хорошим пылесосом по второму этажу. Шерсть собрать. Но с тем, что мы пылесосим каждый день. Что-то мне как-то лень на этой неделе. Завтра у меня тоже не будет времени. Завтра я еду на маникюр. И все. Ну и ладно. На этой неделе тогда я не буду так пылесосить этим тщательным пылесосом. Хватает нам нашего вот этого вот пыль-елку. Да? Вот он стоит наш. Китайский. Кстати, это очень неудачная модель. Сколько у нас он? Уже три года? Четыре? Вот этот. Мы его покупали на Алиэкспресс на Черную пятницу. На него была очень хорошая скидка. Озовы были просто шикарные. Наишикарнейшие. Я сидела, высматривала. С тем, что Англия уже не в Евросоюзе. Даже мне с тем, что надо было заплатить налог за него. Он обходился. Мне выгодно, короче, было его купить. Он пришел. Он шикарно работал до обновления. До обновления. Вот он, знаете, он работает. Работает, работает. И вот эта вот станция, она автоматически с него потом высасывает пыль. То, что насосал пылесос. Да, Фарыч? Не трогай провода. Не трогай. Фарыч. Хулиганыч. Вот. Шикарно. Шикарно пылесосит. Шикарно работает и очень удобно с этой станцией. Все. На этом все. Теперь он у нас, можно сказать, ручной пылесос. После обновления он начал очень сильно глючить. То есть он постоянно... То есть он, знаете, ставить его пылесосить, он выезжает, он теряется. Он начинает заново ездить, рисовать карту каждый раз. И чтобы так он не делал, его нужно вывести вручную, завести обратно. И то есть как-то у него там, наверное, что-то сохраняется в его там, не знаю, памяти электронной. И тогда он начинает пылесосить. Просто нельзя, знаете, дистанционно взять, нажать кнопочку в приложении и он начнет работать. Так не сработает. Вот после обновления мы писали очень много раз. Нам прислали новый. Прислали новый, а он уже с обновлением. То есть он вообще, по сути, нормально так же и не работал. Короче, мы опять писали, говорим, забирайте два своих пылесоса, которые не работают нормально. Мы уже перезагружали телефон. Мы его уже скидывали на заводские настройки. Мы обратно все удаляли, загружали и перезагружали. В общем, мы были на связи с техподдержкой этого пылесоса. Эта эпопея длилась сколько? Год. Мы переписывались и потом сказали, что забирайте свою шайтан-машину, которая не работает нифига, либо деньги возвращайте, потому что нам было неудобно выслать его. Знаете как? Заказывайте его с Китая, но база здесь в Англии. И очень, короче, сегодня заказали, завтра он пришел. Но отсылать нужно именно в Китай. Понимаете, да? То есть и цена за пересылку, и все, что связано с этой тоже неудобно. В общем, пылесос нам достался бесплатно через год. Нам вернули полную стоимость. Второй мы продали. Ну, в описании мы написали, что он глюканутый, да? Но со всеми утками-прибаутками, которые к нему шли. Я дала эти швабрычки, как эти, тряпочки, которым он тоже моет. Он тоже моет пол, если что. Но я ни разу не мыла им пол. Он чисто у нас так, знаете, на каждый день проехаться, пособирать пыль по углам. Вот. Но, когда, если буду менять, если я все-таки решусь еще купить робот-пылесос, не знаю, мне легче, если честно, быстрее. Вот этой палкой-сосалкой, вот это вот, знаете, как Дайсон, только у нас Самсунг. Вот, Дайсон мы продали, потому что, знаете, скажу, Дайсон фигайсон. Вот так вот. Это мое сугубо личное мнение. Да, он работает хорошо, на мало его хватает. Платишь за бренд. Это все. Самсунг дешевле в 4 раза. Также выполняет свою функцию. Также хорошо пылесосит, то, что засасывает, то, что надо. И все. Как-то так. Для шерсти у нас тот пылесос Thomas Aquafor. Pet & Family. И шикарно. Заказывали с Германии. И вот у нас сколько? Раз, два, три пылесоса. И все. И мы счастливы, довольны. Ну, не очень я довольна этим. Отленник. Отленник. Короче, фигня полная. Не знаю, откуда такие отзывы. Может быть, сейчас, на данный момент, они что-то и изменили. Потому что потом я уже заходила и читала опять про этот пылесос. И там уже тоже кто-то писал, что либо у них что-то с мазеринской платой после обновления становится. Не знаю. В общем, как-то так. Так. Знаете, мне нравится его дизайн. То, что вот он, знаете, мягко ходит. Он никуда не ударяется. Он антишлёп. То есть, если где-то будет какая-то лесенка, да, он не шлёпнется. Не упадёт. У него там какая-то спешл функция. И на этом всё. То есть, как бы большой минус и доставляет дискомфорт, неудобство. То, что его нужно вывозить, завозить на эту станцию. И как-то вот вручную вот этот вот первый шаг, да, это напрягает. Потому что это тогда уже получается не беспроводной, а проводной. Ну вот, как-то так. Вот такой вот наш опыт. И не знаю, захочу ли я ещё такой робот-пылесос. Может быть, может быть, знаете, я подумала в дело в станции. Но он же работал до обновления. Он же работал классно, здорово, шикарно. И всё было круто, здорово. И сейчас какой-то новый там вижу рекламу. Такой супер-пупер-друппер. Там он тоже самоочищается, само моется, самоочистится. И там просто шикарно. Но на картинке всегда всё шикарно. Там видео-описание тоже было. Классно, здорово, шикарно. И всё сказочно. Прекрасно. Но на деле оказалось не так. Вот, расскажите, у вас был тоже неудачный опыт с роботом-пылесосом? Вот такой вот. Либо вы довольны, счастливы и просто... И мечтать о таком не могли. Смотрите, я уже постирала, высушила постельное бельё. Готовлюсь к холодному сезону. Это тёпленькое такое. Называется Тедди Бэр. Вот. Это такое постельное бельё. Подушечки, одеялко и... Как она называется? Простынь. Всё из такого материала. Знаете, когда ложитесь спать, не нужно ждать, пока вы нагреете кровать. Не нужно брать ни грелки, ничего, ложитесь. И кровать уже тёплая сама по себе, потому что из такого материала. У меня Богдан уже просит застелить ему. Но я говорю, что тебе жарко будет. Тебе будет жарко. Он говорит, нет, мам, мне жарко не будет. Застели, я уже нам застелила постельное бельё тёплое. Сегодня я, наверное, застелю Ксюши. И у нас уже тоже, знаете, застелено тёплое бельё. Ну, он такое... Сейчас покажу, из какого материала. Сейчас, секунду. Ой. Вот такое тёплое. Вот оно, знаете, как фланелевое. Вот подушки. Это у меня вторые подушки, поэтому я не заморачиваюсь, каким цветом их застелить, можно так сказать. И вот так. Такая красота. Тёпленько, классненько. И такая же простынь. Ложитесь и не нужно ждать, пока от вашего тела кровать согреется. Это постельное бельё, если я не ошибаюсь, от фирмы Дорма. Или Дорма, как она называется. Не знаю, где Бирка. Не знаю. Дорма, Дорма. Топостельное бельё. Тэдди Бэр. Именно сейчас как раз сезон. Кому интересно. Покупала в магазине Даннел. Это не реклама. За свои деньги покупала. Ой, была наверху и не взяла. Эту отнесу как раз. Чтобы, знаете, я тут и готовлю, и всё, чтобы не пропахло луком. Да. И сейчас сезон. Там и носки. Там и халаты Тэдди Бэр. То есть, если вы хотите, если вам надо. Актуально. Кто живёт в Англии, знают, как тут в домах бывает холодно. Но мы уже отопленица включили. На 20 градусов поставили. Больше не ставили. И если, знаете, утром холодно, то дом подогревается. Температура держится. И вставать не холодно. Всё. У меня здесь варится, парится, жарится. Здесь у меня чистится картошка процесс. Здесь на супчик у меня почищен. Ещё не закрыла, не залила водичкой, в общем. И здесь у меня уже потёртая, замороженная свёкла свежая. Тогда у меня мальчишки купили очень много. Были я половину использовала. Половину потёрла, заморозила сразу. Сейчас я это всё обжарю, добавлю, смешаю. Супчик у меня уже будет готов. Ой, здесь, наверное, плохо слышно будет. Супчик у меня уже будет готов. И на второе Богдан попросил картофельный рулет с фаршем. Я уже делала неоднократно, но, наверное, засниму ещё сегодня, если у меня будет время. Так что, в любом случае, вы не переключайтесь, оставайтесь со мной. У меня busy busy day. Нужно всё успеть, уже полдвенадцатого. Я тут хожу, бегаю, ношусь. Готовлю, есть, стираю, убираю. Всё, я продолжаю. Вы не переключайтесь. Ну, вот такой супчик у меня получается. Всем приятного аппетита. Кто завтракает, обедает или ужинает. И отправляем в духовку на 180-190 градусов на минут 30. И теперь смазываем крем с сыром. У меня Филадельфия. Выкладываем начинку. И теперь это всё с вами скручиваем. И отправляем в духовочку ещё на минут 10-15 на 190-180 градусов. Ну, и всё. Вот такой вот рулетик получается. Картофельный с мясом, с фаршиком внутри. Всем приятного аппетита. Кто завтракает, обедает или ужинает. И пока он у меня выпекался, я уже навела порядок. Намыла, надравила плиту. Всё у меня чисто, красиво, свежо. И у меня досушивается стирка. Теперь стирается посуда. Всё. У меня остался час до того времени, пока мне идти за Богданом. Дождя пока нет. Я вот думаю, может сходить пешочком, прогуляться. Знаете, если будет дождь, то тогда уже за Ксюшей сама съезжу. Но что-то мне кажется, что дождь откладывается. И это очень здорово. Да, всё. По прогнозу дождь проходит нас мимо. И это здорово. Это классно. Это шикарно. Потому что на выходных, обещаю дождь, в субботу, ну, может быть, во второй половине дня начнётся. И уже воскресенье, понедельник, вторник дожди. Вот. Как-то так. Вот мой день и прошёл. У плиты первое, второе. Но зато еда готова. И завтра, завтра мне не нужно будет об этом думать. Так как я завтра еду на маникюр, я уже говорила. И времени готовить у меня бы тоже не было. А так. Отлично. Всё готово. Единственное, смотрите, что у меня в этот раз немножечко порвался здесь. Вот здесь вот картошечка немножко плохо скрепилась. Но это, я думаю, что я мало положила туда этот сыр. Потому что, смотрите, все остальные картошечки очень хорошо слепились, скрепились. Видите? Чем больше сыра вы положите на первый слой, то есть, когда засыпите пергамент, да, то сыра не жалейте. И берите только моцареллу. У меня была моцарелла и чеддер. То есть, ну, чеддер, он такой, знаете, немножечко потверже сыр. Моцарелла, она хорошо тянется. И поэтому хорошо с ней делать печь, чтобы что-то склеилось и потом так тянулось. Но то, что порвался, это не проблема. На вкус это никак не повлияет. Я делала это уже много раз. Раз на раз, знаете, не приходит. Я очень много начинки положила. Денис купил большой фарш. И я не стала разделять его на две части, потому что... Ну, куда мне эту маленькую часть, как бы... Вот. Я решила все булькнуть туда, и будет вкусно, классно и шикарно. Все. Кто не пробовал, пробуйте, делайте шикарно. И то, что смазываю я тоненьким слоем филадефи, крем-сыром, кто какой пользуется, неважно. Он дает, знаете, такую немножечко кислинку, что очень-очень вкусно. Забрала Богдана со школы. Всем привет. Привет-привет. Радостный, довольный. Мама испекла, приготовила рулет. Дождя на улице нет, поэтому я сходила пешочком, прогулялась классно, сходила. Ну, прохладно на улице, чё ж уж. И жду Ксюшу домой тоже. Она ещё не позвонила. Что, хулиганила ходила на второй этаж? Карыч, ты хулиганил? А что ты там делал? Спустился со своего трона сверху, спустился. Спал весь день. Так что, солнышко светит, дождь не идёт, так что пусть домой сами идут, добираются. И я не буду терять время. Сегодня Богдан на джиу-джитсу не пойдёт, так как он будет делать домашние задания. Да? Да, он с моего трона вышел. У тебя на кровати валялся? Этот фара. Хулиган этот фара. И да, Богдан не пойдёт сегодня на джиу-джитсу, выделил домашние задания. Ему вчера задали, он принёс новое домашнее задание, по вторникам это задают. И всё. А я пойду приму банно-ванной процедуры. И не буду терять время. И уже буду ждать Дениса домой. И вечер тоже будем проводить вместе, смотреть пацанок. Мне сегодня посоветовали новый сериальчик. Нужно посмотреть, есть ли он у нас. Если нет, то смотреть уже с другого сайта. Потом посмотрю, как он... О! Всё, позвонила Ксюша, идёт тоже домой. Радостная, счастливая, что идёт домой. Всё. На этом я, наверное, буду сегодня с вами прощаться. Говорить спасибо, что были с нами. Добро пожаловать новым подписчикам на наш канал. Спасибо, что комментируете, оставляете свои лайки. Подписывайтесь. И увидимся с вами в другом влоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok